Продолжение следует... Мне нужен был небольшой кусок проволоки, чтобы прикрепить деталь к раме. Под рукой не оказалось пассатижей, и я решил, сгибая и разгибая проволоку в определенном месте, оторвать от мотка кусок нужной мне длины. Идея мне показалась простой, но на практике, когда я стал это делать, процесс затянулся. Я старательно сгибал и разгибал ее снова и снова. Оторвать стальную проволоку было нелегко, несмотря на то, что она была тонкой. В тот момент, когда я уже отчаялся и решил идти домой за подходящим для этой цели инструментом, проволока оторвалась. Мои руки разлетелись в разные стороны, и другой конец оторванного куска проволоки, как мне вначале показалось, зацепился у меня в волосах. Ничего не подозревая резким движением, я отдернул ее. Все это произошло буквально вдоль секунды. Через некоторое время я вдруг почувствовал, что мой левый глаз стал мутно видеть. Я подумал, что, вероятно, мне в глаз попало машинное масло, которым у меня были измазаны руки. Оставив велосипед во дворе, я пошел домой, чтобы умыться. Я прибежал домой, вошел в ванную комнату, где в это время моя мама, не обращая на меня внимания, что-то стирала в небольшом тазу. Я подошел к умывальнику и, посмотрев на себя в зеркало, обнаружил, что у меня, как у монстра в фильме ужасов, вместо левого глаза кровавый шар. В то же самое мгновение, потеряв сознание, я отключился. Вновь очнулся я уже в больничной палате. От наркоза кружилась голова. На левом глазе у меня была повязка, а рядом с кроватью сидела испуганная и заплаканная мама. Оказалось, что я попал обратным концом оторванного куска проволоки себе в глаз и выдернул ее, разорвав хрусталик. К счастью, глаз удалось спасти. Это чудо сотворила прекрасная доктор Сакина, так ее звали. Естественно, первое, о чем я ее спросил, это буду ли я видеть. Улыбаясь, она ответила, что видеть я непременно буду. Но с этого самого момента я буду смотреть на мир другими глазами. У нее было красивое доброе лицо и необыкновенный ярко-бирюзовый цвет глаз. Тогда мне казалось, что этот цвет выглядит таким необычным, потому что мое зрение искажено после операционного вмешательства. Но спустя много лет я снимал портрет известной певицы с точно таким же цветом глаз. Именно этот портрет я использовал в качестве исходного образа для этой картины. А назвал я ее Сакина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok